Жительница Петрозаводска Тамара Соколова рассказала нам пренеприятную историю. 24 мая ее 10-летнюю внучку Кристину укусил клещ. Девочка испугалась, самостоятельно удалила вредителя и выбросила прочь. Экспертизу так и не провели. Родители обратились к врачу, ребенку сделали инъекцию иммуноглобулина. Тем не менее, 5 июня, всего через 10 дней после укуса, Кристине стало плохо, поднялась температура, началась рвота. Вызвали скорую, однако везти девочку в больницу медработники категорически отказались. Сказали, рано еще говорить об укусе клеща. 30-40 дней ждите. Завтра к вам придет педиатр с третьей поликлиники с детской. Приходит педиатр. Также ответ последовал. Рано еще говорить про укус клеща. Ну и мы остались вот так лежать с ней. В итоге девочку, больную энцефалитом, лечили от простуды. На следующий день у Кристины начались судороги. В критическом состоянии ее доставили в инфекционную, а затем в детскую республиканскую больницу. Сотрудники медучреждения сделали все возможное. Сегодня жизни ребенка ничего не угрожает. Однако, по мнению Тамары Леонидовны, если бы в скорой помощи отреагировали своевременно, многих неприятностей удалось бы избежать. Не должно быть места безразличию, бессердечию такому вообще к людям. Не говоря уже, если уже детям вот такое отношение, а что же там, говорит, пожилых там еще каких-то. Но ребенок 40, ну увезите, там уже решат, оставить ребенка в больнице, не оставить. Так-то можно уже было сделать. Специалисты Министерства здравоохранения провели срочную проверку, изучили медицинскую документацию, аудиозаписи звонков и пришли к выводу, что врачи, лечившие Кристину от простуды, поступили правильно. Про клеща они узнали лишь в последний день. Бабушкой, которая присутствовала именно с больным ребенком, не было сообщено, что ребенок был укушен клещом и что ребенку была проведена экстренная иммунопрофилактика в месту жительства ребенка в Ленежском районе. Однако Тамара Соколова по-прежнему утверждает, что при первой же встрече рассказала медработникам все и даже видела, как врач записывает в медицинской карте энцефалит под вопросом. По словам женщины, она планирует обращаться в прокуратуру и добиваться справедливости в суде. Александр Лычагин, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+.